С iPhone XS на правах основного смартфона я уже хожу почти три месяца, перейдя на него с OnePlus 6, которым я был доволен с первого и до последнего дня нашего с ним сосуществования. Вернулся ли я в круге свидетелей Apple и чувствуется ли прорыв при переходе со смартфона за 500 долларов на аппарат, купленный за полтора штукаря? На эти и многие другие вопросы я сегодня и попытаюсь ответить. По старой доброй традиции начнем с корпуса, но каждый его изгиб обсуждать мы не будем, предупреждаю сразу. Дизайн старый и скучный, камеру передвинули, почти все чехлы от десятки не подходят. Теперь наконец-то поговорим о не столь очевидных вещах. Как и ранее, я не считаю, стал удачным материалом для исполнения рамки смартфона. Аппарат из-за такого решения становится тяжелее и хорошего в этом ровным счетом ничего нет. В iPhone X использовалась откровенно говеная железка, которая царапалась с первых секунд контакта с руками. В этом году то ли сплав поменяли, то ли обработали как надо, но результат того стоит. Мелкие царапины на гранях появляются совсем не так охотно. Я полтора месяца носил смартфон без чехлов и стекол. По итогу боевые ранения я начал замечать после первых двух недель, которые XS гордо пережил без единого повреждения. Мелкие ссадины на острых гранях окантовки, пожалуй, разглядеть проще всего. Возле переключателя беззвучного режима их уже реально дофигища. Якобы самое выносливое стекло на рынке тоже не устояло перед беспощадной украинской пылью. И во многих местах мелкие, да не очень коцки на нем за упомянутый ранее период все же появились. В итоге на морду была наклеена броня. В ролике по аксессуарам я про нее рассказывал. Ссылка, естественно, есть в описании. Пыль и влага защита в смартфоне не просто есть, а IP68 есть. Стал ли я от этого счастливее? Нет. Мне хватало и безымянной в исполнении OnePlus. Большинству людей рекомендую к этому прорыву относиться так же. В комментариях к распаковке многие негодовали по поводу моих впечатлений от экрана. Пожалуй, я продолжу бросать повидло в вентилятор. OLED-матрица iPhone XS в принципе не ощущается светодиодной. На первый взгляд это очень добротный IPS LCD-дисплей, в то время как у тех же Samsung сущность экрана видна за километр. По комфорту чтения это не эталон. LCD все же утомляют мои глаза чуть меньше, но такого мракобесия, как с матрицами Galaxy Shot, а там, на которые я физически смотреть больше 10 минут не могу, здесь нет. И пускай скептики умничают касательно одного и того же производителя и равной частоты шим, глаза мои голосуют за дисплей iPhone. Про железо я рассказывать много не хочу, так как говорить здесь особо-то и не о чем. Чип Apple A12 Bionic в паре с 4 гигабайтами ОЗО обеспечивает просто невлюбенный уровень производительности, которого за глаза хватает для всего чего угодно сегодня и будет более чем достаточно для спокойной жизни даже через 3 года. Очевидно, что никаких проблем с играми здесь нет и быть не может. Другое дело софт, но об этом мы поговорим позже. По автономности XS, пожалуй, лучший iPhone среди тех, что у меня когда-либо был. В рамках одного дня я его могу разрядить только прогонкой синтетики батарейки или невменяемо длительной съемкой 4К видео. Если что, мы на канал Ferum Live лицо на iPhone снимаем. Мне сложно представить другого человека, который пишет по 3-4 часа UHD видео в день. При повседневном использовании устройство держит у меня почти всегда 2 дня. Написание этого сценария съело порядка 50% заряда аккумулятора, но на минуточку заняло это около 6 часов экранного времени с постоянным переключением между пейджи, с телеграмом, хромом и социалками, требующими моего внимания. Не знаю кто, как и шо, где, а я автономностью XS доволен абсолютно и полностью. Перед покупкой я ожидал, что все будет хорошо, но в чудо упорно не верил. Буквально сразу же, как только XS поступили на прилавки, у народа началась паника касательно более паршивого по сравнению с простой десяткой качества приема сигнала. Я скажу так, никаких откровений, никакого прироста качества, но в рамках традиционно хреновой связи на яблоках все более чем ок. А именно где-то так же плохо, как и было раньше, но точно не хуже. Камер в смартфоне две. Я до сих пор искренне не понимаю зачем, кому и для чего производители устанавливают на правах доп. модуля телеобъектив. Я им пользовался в повседневной жизни аж два раза. Первый, когда мы снимали триллер Бров, и второй, на презентации Acer, фоткал слайды с датами старта продажи и ценами. Во-первых, контент при неидеальном освещении, второй модуль снимает дерьмово. Во-вторых, не будь бы я журналистом, блогером и обзируном одновременно, даже эти два случая не состоялись бы. В общем, полезная штука. С нетерпением ждем четырехкратный оптический зум с апертурой f5.6. Говоря о главной камере, она не идеальна. Есть смартфоны, которые рожают фотки получше, но жаловаться на фотопушку XS у меня желания нет. Ночью советую фотки штопать серией, и некоторые из них могут получиться смазанными, но от этого не застрахован никто. Днем, в принципе, на спуск затвора можно нажать один раз и быть уверенным, что фотка получилась забысы. Динамический диапазон у камеры очень хорош, но гамма цветов несколько подавляется софтом, который любит завышать контраст. Из-за этого картинка получается впечатляющей, но мультяшной. Радует, что присущего многим смартфонам накручивания контурной резкости нет. Во всяком случае, ореолы вокруг контрастных линий на кропе незаметны, так что шаманство в этом плане, если и есть, то очень аккуратное и талантливо организованное. Новый HDR не тащит совсем достоинства, он исправляет описанное выше накручивание контраста, приглушая тем самым детализацию, которую камера по дефолту акцентирует. На этом как бы все. В остальном данный режим либо ничего не меняет, либо все только портит. Он слишком хорошо обрабатывает пересвет, и в итоге градиентное небо становится едва ли не монотонным, и выглядит это как скриншот с какой-то игры. Тени вытягиваются грубо. Если в кадре есть большой зонный контраст, готовьтесь получить пастельную картинку с противоестественной цветопередачей. По видео перед нами все еще the best of the best of the best camera in the world. Толковая фиксация фокуса и экспозиции, плавная подстройка под смену освещения, отличная стабилизация и отсутствие временных ограничений делают свое дело. Вдали от солнышка 10s пишет не идеально, но все же намного лучше конкурентов и просто заметно лучше предшественников. В общем и в целом лучшие камеры для видео я пока в смартфонах не встречал. Точка. Селфи 10s снимает действительно неплохо только в идеальных условиях освещения и композиции. Стоит им чуть ухудшиться и начинается все самое интересное. В пасмурную погоду брови уже выглядят как пятно. Черты лица такое ощущение, что нарисованы малярной кистью, да и в целом изображение радовать особо ничем не может. Вполне очевидно, что получаемый шлак продукт лютейшего припудривания шумов, которые являются результатом повышения ISO во имя сокращения выдержки для избежания полной мазни и бла-бла-бла. С HDR против света снимать весьма рискованно. Во всяком случае стоит как минимум внимательно смотреть на то, что получилось, чтобы случайно не запостить подобные опозорища в Instagram. Портретный режим, конечно же, есть. Снимать с размытием и всякими прочими там эффектами можно как на фронталку, так и на тыльную камеру. Но! Я этой фигней не пользуюсь. Видео называется «Как? Правильно. Опыт использования». Поэтому поговорим о той фигне, которой мне пользоваться приходится, а именно о Face ID. Пришедшая в мир Apple безрамочность не только ввела это дело в моду, но и принесла с собой отказ от Touch ID, который всунуть под экран год назад еще никто не мог. Беда, она ведь не приходит одна, и с уходом сканера пальца у нас появилось еще две проблемы. Бровь, которая оказалась заразной, и сканер лица, который, прямо скажем, не является достойной альтернативой до сих пор. Все надеялись, что в новом поколении iPhone можно будет снять блокировку в горизонтальном положении. Но фигушки. Все верили, что в XS камера датчика будет иметь более широкий угол охвата. Этого тоже нет. В итоге лежащий на столе смартфон нужно брать в руки, либо наклоняться над ним, чтобы увидеть текст уведомлений или снять блокировку. Последняя все также требует свайпа. Сразу попасть на главный экран даже опционально нельзя. В общем, прогресса как такового по сравнению с пилотной версией нет. Единственная радость, ночью это дело работает, и все сторонние приложения Face ID понимают. Тогда как в Android смартфонах сканер пальца все еще сидит на лавке запасных, ибо без него никак. Также приятной особенностью Face ID в исполнении Apple я могу назвать утихомиривание входящего вызова. Как только на смартфон кто-то посмотрит, он поймет, что его заметили, и рвать глотку смысла нет. Играть аппарат не перестает, но делает он это уже тихо-тихо, не раздражая лишний раз окружающих. Звук в наушниках обсуждать я смысла не вижу. Стоковая гарнитура, то что всплывает из-под снега по весне. Переходника в комплекте нет, а в теории толковый по звуку, но точно ужасный по эргономике адаптер от Fio я не слушал. Играя через беспроводные наушники, смартфон мало чем будет отличаться от какого-либо конкурента. В общем, меломаном этот аппарат я рекомендовать не могу. Динамики у XS рут очень громко. Если я не втыкаю в уши музыку, то даже в метро поющую из кармана джинс маримбу слышу уверенно. По качеству тоже вопросов нет. Я не разу утречком смотрел через смартфон ролики на ютуб. При этом спикер спокойно перекрикивал звуки сёрбанья чайка и хруст не до конца размокшего в молоке сухого завтрака, не раздирая уши резким и колким звучанием. Пару слов о софте. iOS 11 была днищем, и это факт. 12-я, увы, на поверхность пока не выбралась. Для того, чтобы продолжать тусить со спанчбобом, у нынешней версии iOS глюков всё же недостаточно, да и лагает она заметно реже. Но багов здесь всё же куда больше, чем в своё время было в десятке. Система у меня пару раз намертво зависала и уходила в работ. Недавно отказался работать жест выхода на домашний экран, и смартфон в этом состоянии даже выключить было нельзя. Разговорный динамик, дополняющий мультимедийный, иногда отказывается выполнять все свои задачи, работая только при голосовом вызове, но не играя что-либо в паре с торцевым спикером. Перезапуск смартфона проблему эту решает. Сторонний софт работает всё так же плохо, и есть ощущение, что виноваты в этом в частности программисты Apple, ведь, например, служба сканера лица у меня отваливается как в банковских клиентах, так и в App Store. Если кратко и без продолжения череды CoolStory, то iOS опять можно пользоваться, и она не вызывает желания выбросить телефон в окно, но до блеска вылизанной назвать её язык не повернётся. Хотя, если именно этот язык её и лизал, то может быть всякое, согласитесь. Что я могу сказать по итогу без малого трёх месяцев общения с iPhone XS? Он ощущается более удачным по сравнению с прошлогодней десяткой. Отчасти потому, что к брови мы начинаем привыкать, и она меня уже давно не бесит. Отчасти потому, что здесь не пластилиновая рамка. Отчасти потому, что iOS 12 не так сильно воняет, как 11-я. Отчасти потому, что к Face ID мы уже привыкли. Действительно ли перед нами какой-то прорыв? Нет. Смартфон просто чуть причесали, всё остальное не более, чем допиленный софт, доступный, кстати, и на iPhone X. На старте продаж за свежак просили невменяемых денег, сейчас цена на него просела, но это всё ещё один из самых дорогих смартфонов на рынке, стартовая цена которого выше 1000 долларов США. Тот же iPhone XR стоит ощутимо дешевле, и при этом он неощутимо проще. Если мы хотим сэкономить по полной, то тот же OnePlus 6 предложит нам мини-джек, более высокое качество связи и высочайшее в рамках мира Android качество софта за менее чем половину ценника яблока. В общем, пищу для размышлений я вам в тарелочку уложил, укропчиком украсил, кушайте на здоровье. Мне нравится мой новый смартфон, и отрицать я этого не буду, но также я не буду отрицать того, что кроме офигенной видеокамеры и железной двухдневной автономности, он мне не даёт ничего такого, чего не было в моём прошлом подопытном по имени OnePlus 6. Я не стану кого-либо отговаривать от покупки XS, ведь этот смартфон действительно хорош, но гнаться за ним определённо не стоит. В конце концов, на рынке есть масса устройств, которые либо почти, либо совсем не уступают ему по возможностям, но при этом не так дерзко вгрызаются в ваш кошелёк. Поэтому, планируя купить под ёлку топовый iPhone, я рекомендую вам подумать как минимум дважды. В описании этого видео вас, как всегда, ждут ссылки на данный аппарат в различных интернет-магазинах, на кэшбэк, который поможет экономить вам деньги на покупках в интернете, на расширенный архив с фотографиями, снятыми на этот смартфон. Подписывайтесь на наши социалки, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите комментарии, это правда очень и очень нам помогает. С вами был Дима, Ферумком, всем спасибо за просмотр, пока. Дима, ты ж знаешь текст, соберись уже, тряпка, наконец-то. Я этой фигнёй не пользуюсь, а опыт называется, как правильно, видео. Я рекомендую вам подумать как минимум дважды. В комментариях к этому видео вы найдёте невероятное количество холивара по поводу того, что Galaxy Note лучше, iPhone говно, как вообще это можно обозревать, когда у людей нет денег и так далее. Поэтому вы можете насладиться этим делом, а вообще я должен сказал быть, должен сказать был про ссылки в описании, но почему-то я сказал в комментариях. В прошлом подопытном по имени OnePlus 6 я не буду кого-то, я не знаю, как-либо перековеркать. У вас фантазия, я уверен, неплохая, придумайте что-нибудь сами.